Гетмовис. Канал для всей семьи. А сейчас послушайте-ка страшную сказку о гостях. Жила-была девочка и звали ее Красная Шапочка. Ну, потому что она все время носила красную шапку. И зимой, и летом. Однажды мама попросила Красную Шапочку отнести больной бабушке в гостиницу. Взяла девочку корзинку с пирожками и пошла. Идет она, идет по лесной тропинке, а пирожки так вкусно пахнут. Вот девочка и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А тут мимо нее прокатился кто-то и бух, прямо в дерево. Да это же клобок, сидит и головой мотает. Ну, вообще-то у него только одна голова и была. Ни ног, ни рук. Подняла его Красная Шапочка. А колобок и говорит человечим голосом. Ишь, моя девочка, я тебе песенку спою. Кто ж тебя есть-то будет? Ты ж по грязной земле катался. Возьму-ка тебя я лучше к бабушке. Может, для чего-нибудь изгодишься. А тряпнула Красная Шапочка колобка и положила в корзинку. А волк за кустами сидел и все слышал. Решил он съесть всех. И Шапочку, и бабушку, и даже колобка. А бедная бабушка лежала на кровати и болела. И очень удивилась, когда в ее дверь постучали. Кто там? Спросила бабушка. Это я, твоя внучка Красная Шапочка пришла. Проручал волк. Ох, наверное, и внучка моя заболела. Что-то у нее голос такой хриплый. Подумала бабушка. И сказала. Держи, деточка, за веревочку дверь и откроется. Так волк и сделал. Дверь открылась. А дальше такое началось. В общем, слопал бабушку серый разбойник. Только очки да чепчик выплюнул. Облизнулся волк и стал внучку поджидать. Притворился он, значит, больной бабушкой. Чепчик натянул, очки нацепил. И только укрылся одеялом, как в дверь постучали. Кто там? Спросил он. Это я, твоя внучка Красная Шапочка. Терни за веревочку дверь и откроется. Сказал волку бабушка. Девочка вошла. Поставила корзинку с колобком на пол. Видит, совсем дело плохо. Разболела серушка. И то, какое-то серое, все шерстью обросло. Села красная шапочка рядом и говорит. Бабка, бабка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче обнимать себя, деточка, сказал волк и улыбнулся. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Чтобы съесть себя, крикнул волк и проглотил красную шапочку. Испугался колобок, завизжал от страха и как прыгнет из корзинки. А волк его на лету поймал и тоже слопал. Лежит волк, пошевелится на руку. Стой, разве же можно всех подряд есть? Конечно, вот живот и разболелся. А потом вдруг стал надуваться, превратился в огромный шар и бах! Вот, выскочили оттуда бабушка, красная шапочка и колобок. Бабушка с ночкой смеются, обнимаются. А колобок к окну подкатился, вскочил на подоконник и был таков. Катится он по дорожке, а навстречу ему лиса. Ну, колобок опять свою песенку запел, а лиса и говорит. Ох, старая стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок. Прыгнул ей на нос колобок и запел. А она его хам и съела. Вот и урок этому клобку. Ведь тебя уже один раз съели. Что же ты к незнакомым лисам на нос прыгаешь? Да и красной шапочке урок. Нельзя в лесу рассказывать незнакомцам, куда ты идешь. Ну, а главное, надо чаще навещать бабушку. Тогда уж точно с волком ее не перепутаешь. Что это вы так смотрите? Я по глазам вижу. Это вы меня по одежке встречаете. А вот даже гадкий утенок может быть хорошим человеком. Я вам на эту тему сейчас сказку расскажу. В одном тридесятом королевстве жила-была девушка. И она очень хотела побывать во дворце на балу. Только у нее все время не хватало времени. Потому что вредная мачеха заставляла ее делать всю работу по дому. Вечно из-за этой домашней работы ребенок отдохнуть как следует не может. Золушка и белье стирает. И сковородки чистит. И каждый день залу из печки выгребает. Вот, кстати, поэтому Золушку Золушка и прозвали. А тем временем король опять бал в дворце решил устроить. Да какой бал? Приходи, кто хочет. Конфеты мороженого ешь, сколько влезет. Танцуй хоть до упаду. Золушка сначала зарадовалась, а потом опечалилась. Дело в том, что носила она только одно платье, золой перепачканное. А во дворец, ну, совершенно нечего было одеть. Вдруг, бац, появляется добрая фея и говорит. Помогу я тебе, моя крестница. Сейчас превратится твое старое платье в новое. По последней моде сшитое. Только запомни, когда часы на дворцовой башне пробьют полночь, весь твой наряд сразу обратно распревратится. Золушка радостная такая. Стоит на себя в сковородку любуется. А тут мачеха. Куда ты вырядилась? У нас в доме три мешка орехов не колотых. Принимайся за работу. Совсем закрученилась Золушка. Столько орехов разгрызть. Это ж все зубы себе испортить можно. А как на балу улыбаться без зубов? Тут снова появилась фея и сует Золушке какую-то буратино деревянную. Нос длинный, рот огроменный, зубище как губи гемота. Что это еще за чудо-юда такая? Спрашивает Золушка. Это не чудо-юда, а щелкунчик. Отвечает фея. Смотри, как он ловко орешки щелкает. Хрусть-хрусть и все. Ну, Золушка быстренько перещелкала все орешки. А щелкунчик ей так понравился, что взяла она его с собой на бал. Идет Золушка по дороге, а навстречу ей король. Ой, ваше величество! Говорит Золушка. Ты почему плачешь? Вздохнул король и отвечает. Ох, как же мне не плакать! Был у меня дворец, но пришли на бал крысы и выгнали меня. Тут щелкунчик, как заговорит человеческим голосом. Не печальтесь, ваше величество! Помогу я вам! И стал дудить своим длинным носом, как словно тромбония. И главное, так ловко, что король даже приплясывать начал. Крысы, как услышали звуки тромбона, раз, сразу всю силу воли потеряли. Король взял метлу, да и вымел их из дворца. Все сразу обрадовались! А Золушка даже в нос поцеловала своего щелкунчика. Тут все вокруг засверкало, и этот щелкунчик начал в принца превращаться. А когда закончил превращаться, сказал, я раньше заколдованный был. А теперь, милая Золушка, я хочу предложить вам руку, сердце и еще туфельки хрустальные. Вдруг часы на королевской башне стали бить полночь. Золушка испугалась, что принц ее разлюбит, когда увидит ее старое платье. Но принцу было все равно, потому что влюбился он в Золушку по-настоящему. Вот я и говорю, это только встречают по одежке, а любят за богатство внутреннего мира. Вы зачем тут беспорядок устроили? Опять мне, значит, убирать. Я и так весь день работаю, как крошечка-хаврошечка. А, кстати, знаете, кто это? Сейчас расскажу. Жила-была крошечка-хаврошечка. Просыпалась девушка на зорьке утренней. И весь день трудилась-трудилась, трудилась-трудилась. Это все потому, что ее так злая мачеха заставляла. Свои-то дочки у этой мачехи только и делали, что лежали на печи, доживали калачи. А крошечка-хаврошечка избу подметет, в печь на топик, а потом еще и корову пойдет пасти. Пеструха на лугу травку щиплет, а крошечке-хаврошечке даже пощипать нечего. Калачи ей не дают, а только задание задают. Эта мачеха распорядилась. Три пуда пряжи на прясть, да полотна из этой пряжи наткать. Даже корове стало жалко хаврошечку. Прожевала пеструха траву и говорит, ты вот что, полезай-ка ко мне в ушко, а когда через другое вылезешь, тут тебе бац, и все будет готово. И в самом деле, как пеструшечка сказала, так оно и вышло. Разозрелась тогда злая мачеха, на другой день новое задание придумала. Бери-ка вот этот лоскоточек и шей ко мне к вечеру модный сарафан. И дочкам моим тоже шей новые сарафаны. Смотрит хаврошечка, лоскоточек малюсенький, а мачеха не унимается. А семь сарафанов сшить сможешь? Смогу. Как не смочь? Ответила хаврошечка. Тогда отправила мачеха своих дочек подсматривать, кто хаврошечке помогать будет. День жаркий был. Сидят мачеховые дочки под деревом, носами клюют. Разморила их на солнышке, а крошечка-хаврошечка поет им колыбельную. Но тут опять горе приключилось. Мачеха не вытерпела до вечера, и сама шпионить за хаврошечкой поскакала. Ну, и, конечно, разужнала, как корова помогала хаврошечка. Расчертилась мачеха и говорит, «Веди пестрюху в дремучий лес на съедение волкам!» Зарыдала крошечка-хаврошечка, но делать нечего. Повела она свою любимую коровушку на растерзание. Долго ли, коротко ли они по лесу бродили, волков так и не нашли. Зато нашли терем высокий, а в тереме никого. Паутина во всех углах, на полу сор и посуда немытая. Привязала крошечку-хаврошечку-пестрюху и начала порядок наводить. А когда все поиграла, так умаялась, что только на минуточку прилегла отдохнуть и сразу уснула. А тем временем вернулись в теле семь гномов, и все как на подбор, богатыри. А с ними королевич распрекрасный. Вот королевич и спрашивает, а чья это тут корова мычала? Не знаем, отвечают гномы-богатыри. Тогда королевич опять спрашивает, а кто это в тереме у нас все пропылесосил? Не знаем, отвечают гномы-богатыри. А кто это твою тарелку наконец-то отмыл? И этого не знаем. Тут увидел королевич крошечку-хаврошечку и спрашивает, А что это за спящая красавица? А гномы-богатыри отвечают, Это, наверное, она твою плошку отскребла. Она тут все пропылесосила, и это ее корова мычала. Удивился королевич и говорит, тогда нужно ее за это поцеловать. Ну не корову, конечно, а спящую красавицу. Поцеловал он крошечку-хаврошечку, и она сразу проснулась, увидела королевича распрекрасного и влюбилась в него с первого взгляда. Сыграли они свадьбу и жили долго и счастливо. Вот я и говорю, если вы трудолюбивыми и чистоплотными будете, то жить будете долго и счастливо. Ну что, голубчики мои, скоро Новый год, подарочки будут. Повеселимся! Только все вот эти петарды-хлопушки, те еще игрушки. Если их не так запустить, такое может приключиться. Ну вот, послушайте. Жили-были старик со старухой у самого снежного поля. Дети в город уехали и всех внучков и внучек с собой увезли. Только летом их к дедушке с бабушкой привозили. А зимой дедушку с бабушкой по своим внучатам скучали страшно. Сидели день-денской у окошка и грустно так смотрели, как чужие внуки за одном веселятся. И вдруг старик себя по лгу как стукнет и говорит, а давай-ка, подружечка моя, ненаглядная, мы себе из снега внучку сделаем. Обрадовалась бабушка-дедушкиному изобретению и побежали они на улицу внучку лепить. Хатали небольшой снежный комочек и устали. Хорошо детки, которые вокруг играли, помогли. Приделали к нему руки, ноги, сверху приставили голову. Потом дедушка вылепил на голове глазки, носик, ротик, бабушка ушки прилепила. И такая получилась симпатненькая девочка. Ну прямо куколка. Вдруг эта куколка глазами заморгала. Обрадовались старик со старухой. И назвали ее снегурочкой. Рослась снегурочка не по дням даже и не по часам. И к весне превратилась в девицу-красавицу. Вот только вырастет и выросла. А все равно ребенок ребенком шалит, проказит. Ну как маленькая. То часы сломает, то сарафан порвет. В общем, дедушка чинит, бабушка штопает. Ну к тому времени весна наступила. Все как в известной сказке. И травка зеленеет, и солнышко блестит, и ласточка с весной и у сенек нам летит. А снегурочка грустная такая, потому что дедушка с бабушкой боятся ее на улицу выпускать. Вдруг растает. А за весной, как обычно, лето настало. Все купаются, загорают. А снегурочка все так же у окошка сидит. Дедушка с бабушкой за нее переживают. Письма детям каждый день пишут. Везите внуков скорее, а то нашей снегурочке очень скучно. А солнце с каждым днем все сильнее припекает. Стали дедушку и бабушку снегурку от окошка гонять. А потом, когда ей высыпи, и духовка настала, стали ее на день в холодильник прятать. Ну разве это жизнь для ребенка? В тесном холодильнике сидеть и носа из него не высовывать. Наконец-то из города телеграмма приходит. Ура! Едем к вам в отпуск! Дедушка с бабушкой аж запрыгали не по старенькому от радости и говорят снегурчику. Потерпи еще чуток, миленькая. Посиди последний раз в холодильнике. А мы быстро за внучетами на станцию съездим, заодно и мороженого себе прихватим. И уехали. Вечер наступил, ждет снегурочка, ждет. Да и думает, выгляну в окошко, посмотрю, не едут ли. А там дети вокруг костров хработ водят. А потом через костер прыгать начали. И так к снегурочке попрыгать, да покричать захотелось, что не выдержала она и на улице помчалась. Да еще, чтобы всех поразить, дедушкины петарды с собой прихватила. Как прыгнет снегурочка через костер разбега. Ой, мамочки! В общем, превратилась она в белое облачко. Возвращаются дедушка и бабушка со внучатами со станцией. А над их избушкой белое грустное облачко висит. И так и мордит. Дети, не балуйтесь с огнем. А вы, дедушка и бабушка, не плачьте. Буду я к вам каждый год зимой и снегом возвращаться, чтоб вам не скучно было. Ну что, голубчики мои, все про костры и фейерверки поняли? Тогда с Новым Годом! Нет, не могу я сейчас с вами играть. Я тут грядки от вредителей охраняю. Ладно, так и быть. Чтоб вы не скучали, расскажу вам сказку. В одной деревне жила бедная вдова и был у нее сын по имени Джек. Целыми днями вдова с сыном копались в огороде. Что в этом огороде вырастало, то они и кушали. Вот пришла пора Джеку жениться. Вес на деревне, как морковок на грязь. Да только везде Джеку от ворот по ворот. Ну скажите вы мне на милость, кому такой женишок нужен? Штаны рваные, ботинки каши просят, шляпа, не шляпа, а яичница какая-то. Тут не то, что замуж, на улицу с таким стыдно выйти. Тогда решила вдова принарядить сыночка. А где деньги взять? Покуникала она, поразмыслила и говорит, Джек, деточка, если ты хочешь жениться, значит, нужен тебе костюмчик. Давай-ка, друг Ситней, кровенку-то наш продай и купи себе костюм поприличнее. Повел Джек корову на ярмарку, а дорога дальняя была, Джек даже половины пути не прошел. Притомился и лег под деревце отдохнуть. Чуть только он задремал, как чувствует, кто-то его в бок пихает. открыл Джек глаза, видит, стоит перед ним старичок. Удивился Джек, а старикашка ему говорит, сынок, давай я куплю твою буренку, я тебе за эту корову горошинку дам. Откровенно говоря, Джеку очень не хотелось тащиться за 3-9 миль на эту ярмарку. И, недолго думая, он согласился. Ударили, стало быть, по рукам, старичок получил корову, а Джек взял горошину и довольный зашагал домой. Вдова, как увидела сына без костюма и без коровы, перепугалась и подумала, что напали на Джека злые разбойники. А он ей говорит, не волнуйтесь, маман, все в порядке, вы только посмотрите, на какую горошину я нашу старую корову поменял. Вдова только руками всплеснула. Ах ты, дурачина, простофиля! А потом взяла эту горошину и в окошко выбросила. Удивился Джек и чуть она так расстроилась. Зевнул и опять спать завалился. Наутро проснулся Джек выглянул в окно и глазам своим не поверил. За ночь из горошины выросло целое гороховое дерево. Да такое огромное, что верхушка его где-то в облаках спряталась. А из-за облаков песенка слышится. Джеку интересно стало, кто это там песенки распевает. И начал карабкаться на гороховое дерево. Раз свалился, два свалился, третий раз пробовать не стал. Эй, там, наверху! Крикнул Джек. Как на это дерево сбираются? Я почему-то падаю все время! Ничего ему не ответили, только какая-то странная веревка сверх спустилась. Пригляделся Джек, уж больно веревка на девчачью косичку похожа. Джек обрадовался и как, дернет! Тут прямо на него принцесса сверху свалилась! Это, оказывается, ее коса была. Поправила принцессу корону, сделала книг и говорит, у меня из-за этого гороха все тело, наверное, в синяках. Спасибо тебе, дружок, что снял меня с дерева. За это я готова быть твоей невестой. Так и женился Джек. Стал королем, да еще и получил полцарства в придачу. Вот я и говорю, может быть, у меня тоже что-нибудь этакое на грядках вырастет, если вредители в огород не проберутся. Так что до свидания, извините, служба. вот смотрю я на себя в зеркало, да чего ж я хороша, но ведь не всем же так везет, и не всякий за внешностью может сразу увидеть настоящую красоту. Вот об этом я сейчас и расскажу сказочку. Некоторым царствам, некоторым государствам жил-был царь, и было у царя три сына. Царь с сыновьями во всякие прятки и жмурки играл, когда сыновья выросли, ну и неинтересно стало, и захотели они жениться. Царь думал, думал, как бы их женить-то, и вроде бы надумал. Вывел царь сыновей в чисто поле, дал каждому лук тугой и стрелу каленую. Стреляйте, говорит. Но сыновья ему перечить не стали. И запыльнули стрелы в разные стороны. Царь им тогда и говорит, А теперь там, где у кого стрела упала, тот там пусть себе коня, фу, то есть не коня, а жену ищет. Двум старшим обыкновенные невесты попались, а у младшего Иванушки царевича полетела стрела и чуть зайца не угодила. Зайц испугался, побежал и наступил на курицу. Курица так переполошилась, то есть не шла от страха яичко. Это не простое, а золотое. Яичко покатилось и придавило мышке хвост. Мышка побежала, хвостико махнуло, яичко упало и разбилось. А в яичке лягушка сидит. Иванушка смотрит, глазам своим не верит. Теперь же на лягушке жениться придется. Заплакал Иван царевич, а лягушка тогда ему и говорит. Не плачь, Иванушка, я тебе новое яичко снесу. Ой, то есть, лягушка ему и говорит. Не плачь, Иванушка, возьми меня себе в жены, я тебе пригожусь. Вздохнул Иван царевич, но делать нечего. Принес он лягушку домой. Стала она жить у Ивана царевича, на броди черепашке или морской свинки. Иванушка за лягушкой ухаживает, мух на обед ловит, а лягушка ему песенки поет. Ква, 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 ква! Долго сказка сказывается. Да недолго дело делается Назначил, стал быть, царь сразу три свадьбы Старший сын на боярской дочери жениться будет Средний на купеческой А младший на лягушке А еще приказал царь Чтобы невесты к свадебному столу Наготовили всяких угощений Иван-царевец закручинился А лягушка его спрашивает О чем, женишок, горюешь? Ох, как же мне не горевать Придется теперь вместо тебя стряпать Ты же, наверное, не умеешь ничего Отвечает ему лягушка Не печалься, мой суженый Утро вечера мудренее Ложись спать, я что-нибудь придумаю Проснулся утром Иван А на столе торт трехэтажный С шоколадным женихом И мармеладной невестой Иван-царевич так обрадовался Что чуть ли не зацеловал свою лягушку А она ему говорит Не-не-не-не-не-не Я до свадьбы целоваться не буду Ты вот бери лучший торт Тащи его во дворец А я следом за тобой приеду А во дворце уже все собрались Они как торт увидали Так сразу его слопать захотели Но вдруг все затрясло и загрохотало Тут все перепугались И сразу на Иванушку посмотрели А Иванушка сам успугался Поглядел в окно, а потом говорит Это моя лягушонка в крапчонке едет Но все тогда успокоились Стали заставлять женихов и невест целоваться Так все время на свадьбах делают Они только торт едят И когда Иван-царевич поцеловал свою лягушку То превратилась она в такую Распрекрасную царевну То все рты поразевали Вот я и говорю Что нужно заботиться о домашних животных Ухаживать за ними как следует И тогда ваш питомец Обязательно ответит на заботу И станет настоящим другом Необыкновенной красоты Кушайте, мои голубчики Вы хоть и не новые Зато самые любимые мои игрушки Я вам сейчас сказку расскажу В одном королевстве Жила-была очень капризная принцесса Больше всего на свете Нравились этой принцессе Всякие диковинные игрушки Был у нее во дворце И механический соловей И чертик в табакерке И искусственная роза Почти как настоящая А рядом с принцессой Только в соседнем королевстве Жил добрый принц Он очень любил животных И кошечек, и собачек, и лошадок, и свинок Хоть королевство было у него не очень большое Но места там на всех хватало Как в зоопарке Вот однажды пошел принц спасти своих свинок И увидел, как капризная принцесса с фрильными На лужаке механического соловья запускает Ах, какая красивенькая принцессочка Подумал принц Нужно ее чем-нибудь порадовать Выбрал он самого упитанного поросеночка И послал в подарок принцессе Ну и заодно еще письмо ей отправил С предложением руки и сердца Ой, какая прелестная свинка Взвизгнула принцесса Она, наверное, стоит целого состояния Послушайте, послушайте же Она хрюкает почти как настоящая Фик, сказали фрейлины Это и есть настоящая свинья Как? Не игрушечная? Обиженно заморгала глазками принцесса Пусть этот принц со своей рукой, свиньей и сердцем Даже близко к моему дворцу не подходит Это ж надо такую свинью мне подложить Принц обиделся, конечно Заперся в своем королевстве И принялся что-то мастерить Примерно через неделю Играет принцесса на лужайке Чортиком из табакерки Фрейлина своих пугает Вдруг слышит Музочка А это принц Он нарядился свинопасом Сидит на пенечке А в руках держит такой удивительный горшочек Весь в бубенчиках-колокольчиках И с золотой крышечкой Динь-динь! Звенят бубенчики Ах, мой милый Августин Августин, Августин Это что за прелесть такая? Спрашивает принцесса Это волшебный горшочек Смотри, как он работает Горшочек варил Сказал принц Тут сразу из-под крышки Каша полезла Да такая ароматная И аппетитная на вид Что на лужайку Отовсюду свинки сбежались Принцесса попробовала кашу Попробовала Ням-ням-ням И капризничать начала Хочу горшочек Хочу горшочек Купите мне этот горшочек Ну, фреллины спрашивают у принца свинопаса Что ты хочешь за этот горшок? Цена у него немалая Вам не по зубам Отвечает принц Ах ты, ах ты дерзкий свинопасишка Быстро говори, сколько стоит А не то мы всех твоих свиней сейчас распугаем Застущий лбанов принцессе Так и быть, отдам Да-да-да как ты смеешь? Закричали фреллины Но делать нечего Пришлось принцессе подставлять лоб Вернулась принцесса к себе в замок Поставила горшочек на стол Потерла лоб и сказала Горшочек вари Горшочек и начал варить И тут со всех окрестностей Побежали на запах во дворе свинки Хрюхают и лезут во все двери А из горшочка каша Все ползет и ползет Ведь для того, чтобы он выключился Нужно было сказать Горшочек не вари Только этого никто, кроме принца, не знал Вот так и пришлось Принцессе и фреллином Вместе со свинками Эту кашу уплетать Пока принц свинопас Не простил капризную принцессу Вот я и говорю Что даже самые дорогие игрушки Из поросенка человека не сделают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова